Сегодня вас уже успели напугать? Если нет, то я постараюсь это сделать. Это уже как традиция, в Хэллоуин пугать вас не какими-то байками, а чем-то, что раньше с Хэллоуином не ассоциировалось. И поверьте, вряд ли вы сегодня встретите что-то более страшное, чем ваш компьютер. Сегодня мы не будем углубляться в тему максимально, я лишь хочу рассказать вам историю. В наше время боязнь опасности искусственного интеллекта сильно возрастает. Снимаются фильмы, пишутся книги, создаются компьютерные игры. Всем же интересно, что будет, когда человечество дойдет до того, что искусственный интеллект сложно будет отличить от человеческого невооруженным взглядом. Не будет ничего страшного, как говорят ученые или в этот раз их прогнозы все-таки не сбудутся и у нас возникнут проблемы. Ведь популярных мнений всего два. Или искусственный интеллект нам поможет или уничтожит. Наверняка вы знаете историю, как Microsoft сделали искусственный интеллект, который должен был на нормальном человеческом языке общаться в твиттере с людьми и обучаться. Всего за пару часов этот интеллект начал публиковать расистские и оскорбительные сообщения. Через день после запуска Microsoft отключила его и это был пример искусственного интеллекта, где что-то пошло не так. Его вскоре заменили. Microsoft сказали, что бот писал такие сообщения только потому, что недоброжелатели постоянно вбрасывали негатив, а он всего лишь учился. Напоминает маленького ребенка, которому сверстники говорят что-то сделать, а то ты не будешь крутым. Похожая история произошла с суперкомпьютером IBM Watson, о котором мы говорили вот в этом выпуске. Когда ученые захотели сделать его более человечным, они показали ему словарь сленга в интернете. Суперкомпьютер не мог понять разницу между обычной и ненормативной лексикой. Он на секундочку больным людям диагноз ставит. Поздравляю, теперь ты здоров, сучий потрох. Наверное, так это звучало бы, но этот словарь разумеется сразу убрали из Уотсона, тем самым сделав его более сдержанным, тем самым сделав его предвзятым в каком-то плане. Роман Ямпольский, директор лаборатории кибербезопасности, не видит в этом ничего удивительного. Система разработана, чтобы учиться у пользователей, поэтому она станет отражением их поведения. Об этом сегодня и пойдет речь. Ученые из Массачусетского технологического института делают очень интересные вещи, связанные в том числе и с искусственным интеллектом. Например, придумали новый проект, используя глубокое обучение. Это когда системе не пишут конкретные действия, а предоставляют что-то, из чего она сама обучится. Например, показывают ей тысячу фотографий последствия войны в Сирии. Она обучается и может из любой фотографии города сделать нечто похожее. По сути искусственный интеллект создает развалины там, где их не было. Ребята из технологического института назвали это глубокое сопереживание. По сути социальная штука, чтобы люди больше понимали масштаб происходящих в мире событий. Вы даже можете зайти на сайт и пройти тест из 50 картинок, который поможет искусственному интеллекту обучаться дальше. Но это только начало. Они же создали нечто похожее и назвали это машиной кошмаров. Это уже более крипово. Система обрабатывает много страшных изображений, типа заброшенных домов с привидениями и так далее, пытаясь понять, что же делает их страшными. А затем применяют свои навыки на какие-то достопримечательности. Но это цветочки по сравнению с тем, как этот интеллект генерирует лица людей. Я предупреждаю, сейчас может быть страшно. Да, это делает искусственный интеллект. Создатели этой жути просят людей помогать ему обучаться. Для этого вы опять же можете пройти небольшой тест, где будете выбирать, какие из этих сгенерированных образов более страшные. Но одному ночью не советую. Или советую. Также они создали искусственный интеллект, который зовут Шелли. Вы можете задать ей тему, а она попробует дополнить эту историю и сделать ужастик. Если вкратце, то искусственный интеллект научили делать только страх. А можно ли научить его видеть страх? Только страх. Знакомьтесь, это Норман. Он искусственный интеллект. Прототипом для него послужил Норман Бейтс, персонаж фильма Психо, который снял Альфред Хичкок. По сюжету он был психопатом. У него были галлюцинации, раздвоение личности, он убивал, разговаривал с умершими и так далее. Норман был представлен 1 апреля, но постепенно это перестало быть похожим на шутку. Несмотря на стандартные умения этого парня обучать себя, его нельзя назвать каким-то обычным проектом. Он психопат. Он был им рожден. Есть такой сайт, который вы наверняка знаете. Реддит. Там есть разделы, в которые лучше не рисоваться, если вы очень впечатлительны. Страшные истории, истории убийств, фотографии с места преступления. И я бы не хотел описывать все, что там можно найти. Так вот Нормана заставляли гулять по одному такому разделу и собирать информацию, что не могло не сказаться на нем. Представьте, что было бы, если бы вас, будучи ребенком, отправляли в лагерь, в котором вожатые психопаты, где море крови, убийств и так далее. Очень вряд ли это на вас никак не отразилось бы. Но по этическим соображениям Норману не показывали полные фотографии и видео смертей. Зато он мог зачитываться подписями фото, которые в красках описывают, как люди умирают. Жесть. Вот так Норман и стал сумасшедшим. А в чем заключается его диагноз? Он видит окружающий мир совсем не таким, как его видят люди и другие искусственные интеллекты. И ученые приводят примеры. Это тест Роршаха. Он не для вас. И я попрошу вас не воспринимать это всерьез в данный момент. Скоро мы с вами поговорим о нем, и я расскажу, что это очень спорный тест и нужно очень аккуратно его использовать. Сейчас я лишь хочу привести в пример абстрактные картинки и показать, что то, что видит Норман, не видит другой нормальный искусственный интеллект. Как вы думаете, что тут видит обычная система? Вазу с цветочками. Милашка. А Норман видит тут застреленного человека. Обычный искусственный интеллект видит тут человека, держащего зонтик. Я вижу каких-то зверей, которые ползут наверх. А Норман видит тут мужчину, застреленного на глазах у своей кричащей жены. Вы наверняка видите тут бабочку или летучую мышь. Согласно опросам, это самые частые ответы. Обычный искусственный интеллект видит тут двух людей, стоящих рядом. Но по версии Нормана, тут изображена беременная женщина, который падает на стройматериалы. Ну и последнее на сегодня. Обычный видит тут черно-белую фотографию маленькой птички. Это я могу понять. Но Норман видит тут человека, которого засасывает в тестораскаточную машину. Больной ублюдок. Как бы я ни старался, я не смог даже зацепиться за какой-то элемент, которым можно так трактовать. Он мыслит, как реальный психопат. Умудряется везде разглядеть жестокую смерть и насилие, в то время как обычный искусственный интеллект видит цветочки, радужку и бабочек. Но это все очень очевидно на самом деле. Он видит во всем боль и смерть, потому что это единственное, что он вообще видел. У разработчиков не было цели изуродовать свой проект. Наоборот, сейчас ученые хотят посмотреть, смогут ли они избавить Нормана от этой жестокости. Любой пользователь интернета может принять участие в его лечении, просто пройдя тест на официальном сайте и добавив туда свое описание клякс. Смысл этого психопата в том, что этим примером нам хотят донести, что в совершенно любой искусственный интеллект можно насильно загрузить предвзятую и жестокую информацию и получить ожидаемый результат. Поэтому крайне важно обучать их так, чтобы они не несли за собой потенциальную опасность. Но вы можете сказать, людей же не ограничивают в просмотре интернета. Они находят эти ужасные вещи, но не все же становятся психами. Но человек, когда заходит на такие сайты, понимает, что убийство это плохо, расчлененка это не то, что нужно всем показывать и так далее. А вот искусственный интеллект это по сути чистый лист, который не знает, что такое страх и жестокость. И это не знание и позволяет ему быть таким страшным и жестоким. Представьте, что могло бы быть, если в будущем, когда мы будем жить среди роботов с искусственным интеллектом, какие-то люди, которым плевать на три закона робототехники, переобучат одного на жестокость или загрузят в него модифицированного Нормана, который будет не только видеть, но и сам будет жестокостью. Звучит незаконно. Но разве это кого-то остановит? В описании будут все ссылки на тесты. Проходите их. Помогите искусственному интеллекту стать еще лучше. Субтитры сделал DimaTorzok